Всем огромный привет! Сегодня я хочу сделать обзор на вот такие вот два набора кистей от компании Sedona Lace. Ями пользуюсь уже довольно давно, 8 или 9 месяцев. И в принципе, помимо того, что они мягкие, пушистые и розовые, могу высказать какое-то адекватное, трезвое мнение. Поэтому, если оно вам интересно, оставайтесь со мной. Кисти очень хорошего качества, они сделаны из синтетического ворса. Я их мыла уже миллион раз, они вообще не линяют, не окрашивают продукты, не лезут. Абсолютно ничего с ними не происходит. Выглядят, как вы видите, они очень презентабельно, красивые. Это не кисти с белой козочкой, которыми вы один раз воспользовались, и они уже грязные, страшные, некрасивые. Эти кисти я специально не мыла после использования. Вы видите, что у них приличный вид. Первый набор, который я всем однозначно рекомендую, это вот такой вот набор кистей для лица, состоящий из 4 кисточек. Первая кисть это вот такая вот Travel Kabuki. Кисть предназначена для пудры. Я ее использую практически каждый день, когда мне необходимо сделать легкое покрытие, такое как у Али, когда я делаю покрытие на тональный крем. Я не люблю сверху на тональный крем втушевывать пудру. Я люблю, когда покрытие сверху легенькое. Я использую вот эту кисть. Также я ее использую для того, чтобы растушевать какие-то границы между контурирующими пудрами, румяными и основным цветом. Очень мне эта кисть нравится. Она невероятно приятная для кожи, для лица. Поэтому всем однозначно ее рекомендую. Следующая кисть это вот такая кисть номер 602. Кисть для румян, для контурирования. Тоже ее использую каждый день. Сегодня ей пользовалась. Она очень плотно набита, очень мягкая. Ей можно практически вообще макнуть в продукты. И вот так вот сделать какие-то похлопывающие движения у вас уже будут хорошо распределены румяна по щечкам. Очень мне нравится. И однозначно ее рекомендую. Пользуюсь ей каждый день. Следующая кисть это вот такая вот кисть для пудры 928. Ее тоже можно использовать для тональной основы. Но я использую для пудры. Ей я именно втушевываю пудру, когда не пользуюсь тональным кремом. Когда мне нужно более плотное покрытие без тонального крема. Только пудровая. Я пользуюсь вот этой кистью 928. Она тоже очень приятная. Она отлично набирает продукт. Не впитывает его конечно как губка. То есть не нужно, не знаю, килограмм пудры, чтобы нанести этой кистью. Очень экономичный с ней расход. И кисть мне очень нравится, очень приятная. Отлично справляется со своей целью. Также ей я растушевываю румяна, если я переборщила. А переборщиваю я довольно часто. Не потому, что вот эту кисть наносит интенсивно. Потому, что у меня очень белая кожа. И любые румяна на моем лице, если хоть малейшая немножко перебор, сразу же смотрятся какие-то такие красные или, не знаю, персиковые щеки. Поэтому, в принципе, мне необходимо всегда какая-то кисть для того, чтобы растушевать границы. И вот эту кисть я использую каждый день. И последняя кисть это номер 480. Вот такая кисть для тональной основы. Очень мне нравится. Она прекрасно наносит тональную основу. Не оставляет никаких разводов. Не оставляет никаких пятен. В общем, замечательная кисть. И вот сегодня я ей тоже наносила тональную основу. Я ее специально не мыла, чтобы вы могли видеть, как она выглядит. Видите, она мягенькая. Ее не нужно бежать тут же и мыть. Она нигде не склиплась. И вообще, я считаю, что если вы пользуетесь кистями сами, на кого больше не наносите макияж, вам не нужно сразу же бежать их и мыть. В принципе, можно делать мойку кистей раз в неделю. Просто брызгая их каким-то дезинфектором, чтобы там не размножались микробы. Вот кисть как бы выглядит после использования. Я ее уже раза три наносила тональную основу. Еще не мыла. Выглядит она очень хорошо. И, в общем, замечательно справляется со своими функциями. Функциями 480 тоже однозначно рекомендуем. Поэтому, если вы думаете насчет вот этого вот набора, стоит он на сайте Sedona Lace 49.95, в общем, 50 долларов. Однозначно, этот набор я советую. На него недавно была скидка. Вообще, в принципе, компания Sedona Lace каждые 2-3 месяца делает скидочки. Вот была скидка 20%. Поэтому, если вы хотите купить себе эти кисти, но хотите сэкономить, зарегистрируйтесь на сайте Sedona Lace. Они будут вам присылать информацию о скидках. В принципе, они не спамят, они не присылают информацию какую-то каждый день. Допустим, как тот же, не знаю, Urban Decay. То есть, они присылают действительно какую-то нужную информацию. Скидки бывают довольно часто. И 20% это неплохая, хорошая скидка. В общем, этот набор я однозначно советую. Он очень классный, он толковый. Я пользуюсь абсолютно всеми этими четырьмя кистями. Рекомендую. Следующий набор это вот такой вот набор из 7 кистей для глаз. И вот такая вот щеточка. Сейчас, по-моему, эта щеточка уже в комплекте не идет, но вы ничего не потеряли. Что я могу сказать об этом наборе? Конечно же, когда он ко мне пришел, опять же, качество у него замечательное. Они отлично моются, не облазят, не лезут. В общем, прекрасные кисти. Когда он мне пришел, он мне очень понравился. Он такой эффектный, он такой красивый. Столько кисточек, все так классно, все так классно. Но в процессе пользования я поняла, что он, к сожалению, совершенно бестолковый. И, в принципе, я пользуюсь тут только несколькими кисточками. Остальные просто стоят без дела. Поэтому очень редко, когда бывают вот такие наборы, как этот, когда набор действительно толковый. В основном, вы должны понимать, производитель ложит в любой набор 40% это нормальные толковые кисти, и 60% это какие-то ненужные довески, которыми вы, скорее всего, пользоваться не будете. В чем проблема этого набора? Проблема в том, что у него очень большой размер. То есть, для глаз он совершенно не подходит. Допустим, если взять вот эту вот кисть от Sedona Lace номер 773 и кисть от Sigma номер E70, я не говорю, что кисть от Sigma лучше. Я просто для сравнения вам показываю. Видите, какая огромная разница по размеру этих кистей. Хотя кисть от Sigma, она вот сейчас я на них смотрю, не знаю, видно вам или нет, она растрепалась, хотя она моложе в половину этой кисти. Она растрепалась, она колется, именно при использовании она менее приятная, чем Sedona Lace. Но именно из-за своего размера она выигрывает. Кисти очень большие, к сожалению, для славянского века. Практически у многих славянских девушек либо нависшая века, либо глазки маленькие, как у меня. И вот такие вот большие кисти, они не подходят. Вот можете сравнить, да, кисть по сравнению с глазом. То есть, довольно сложно ей что-то нанести, что-то, не знаю, растушевать, потому что, ну, она просто огромная для глазом. Ну, давайте пройдемся все-таки по каждой кисти по отдельности. Вот, допустим, я пользуюсь, и эту кисть я рекомендую, это кисть номер 217. Ей я наношу пудровый консилер, либо пудровую основу под глаза. В этих целях она работает замечательно, ей я пользуюсь каждый день. Кто-то рекомендовал ее для скульптурирования, как по мне, для скульптурирования она очень маленькая, разве что для скульптурирования носа. Ну, конечно, если вы наносите какой-то пудровый консилер под глаза, использовать ее также для темного скульптора неразумно. Поэтому вот именно для области вокруг глаз я ее использую, номер 217. Ее я советую. Вторая кисть, которую я активно использую, это номер 224. Вот такой вот заостренный бочоночек. Ей я набираю уже кремовый консилер под глаза. Вот, допустим, у меня вот такой консилер от Inglot. Я не хочу лезть в банку пальцем. Я набираю вот этой кистью и ей наношу. Она замечательно растушевывает. Она не оставляет никаких пятен, пробелов, не знаю, прогалин каких-то покрытий. Работает хорошо. То есть, ее я советую. 224-я кисть. Хорошая кисть. Следующая кисть, которой я пользуюсь, но которую я не очень рекомендую, это кисть номер 773. Я ей наношу скульптор на крылья носа, на спинке носа и растушевываю. Но, в принципе, я ей пользуюсь только потому, что она у меня есть. Если бы ее у меня не было, я бы совершенно не расстроилась и пользовалась любой другой кистью. Бестолковая немножечко кисть. Для век она не подходит. То есть, вот, можно придумать ей какое-то применение. Можно, в принципе, и наносить пудру, не знаю, под глаза. Но, в принципе, в ней нет ничего такого, чтобы я могла посоветовать. Следующая кисть, которой я пользуюсь, не часто, но пользуюсь, и которую я, наверное, могу посоветовать, она, в принципе, наверное, должна быть в коллекции. Это номер 618. Вот такая вот кисть копытца. Если вы помните видео Елены Крыгиной, где она рассказывала, как необходимо делать макияж глаз, она пользовалась кистью такой же формы от Хакухода. Кисть очень-очень универсальная. То есть, в коллекции ее иметь советую. Ей можно сделать абсолютно весь макияж глаз. Ей можно нанести основной цвет на подвижное веко. Можно сделать растушевку. Можно нанести тень под глаз на нижнее веко вот этим острым кончиком. Ей можно сделать скульптурирование. Ей можно скорректировать зону под глазами. То есть, кисть очень универсальная. Если вы едете куда-то в поездку, и вы очень ограничены в количестве косметики, в количестве косметических каких-то аксессуаров, которые вы можете с собой взять, то вот эта кисть, в принципе, очень универсальная. И я ее рекомендую. Следующие три кисти я совершенно не советую. Первая кисть, это вот такая вот кисть 872. Это просто вот такая прямая срезанная кисть. В ней нет ничего особенного. Я даже не знаю, зачем ее использовать. Можно, опять же, наверное, контурировать нос. Можно, опять же, как-то контурировать область под глазами. Но она не делает это лучше, чем предыдущие кисти. То есть, в ней вообще ничего нет особенного. Не очень понимаю, зачем она нужна. И я ей вообще не пользуюсь. Вот эти вот две кисти номер 847 и 312. Они вообще практически одинаковые. Единственное в них отличие, что вот эта вот 847, она более как бы вот здесь сплющена. Смотрите по размеру. Кисти довольно бестолковые, ни для чего особенно не применимы. Можно, опять же, контурировать нос или область вокруг глаз. Но вам не нужно для этих целей столько кисточек. Однозначно, ей кто-то из блогеров, не помню, рекомендовал делать растушевку складки века. Но, честно, вы не сделайте ей точечную какую-то точную растушевку. Это будет какая-то такая, да, если на скорую руку общая мазня. Но я не люблю такой макияж. Я люблю все-таки прорисовывать какие-то контуры, границы. И просто растушевывать их, а не делать какую-то общую кашу. В общем, эти кисти я вообще ими не пользуюсь. Я их не советую. 847 и 312. И последняя кисть, которая шла в наборе, которую сейчас, по-моему, уже не ложат. Это номер IB17. Это вот такая двухсторонняя кисть. У меня есть видео о кистях для бровей. Я оставлю его внизу в инфобоксе. Я рассказывала об этой кисти подробно. Это какое-то, я не знаю, сплошное косметическое разочарование. В общем, тут такая щеточка, ничем не приметная, ничем не отличающаяся от всех таких щеточек. И вот такая вот кисть для заполнения бровей, которая вот такой вот чудной формы, которая расширяется к своему кончику. И которой невозможно нанести никакой продукт для бровей. Потому что, ну, не знаю просто, как ей это сделать. В общем, это не кисть, это какое-то позорище. Компания Sedona Lays. Да, я пользуюсь вот этой щеткой, просто как щеткой для бровей. Но она стоит, по-моему, 10 долларов. 10 долларов заплатить за вот эту щеточку, ну, как по мне, неразумно. В общем, мое резюме из вот этого вот набора. Я рекомендую вот эти две кисти. Это кисть номер 217 и кисть 224. И также в коллекцию, но не обязательно, я рекомендую кисть номер 618. Вот такой вот был мой обзор на вот эти два набора. Еще раз повторюсь, вот этот я рекомендую абсолютно всем. Если вы хотели приобрести какой-то набор кистей для лица, приобретайте вот этот. Вы не пожалеете. Если вы думали конкретно над покупкой вот этого набора, то покупайте. Вот этот же набор я не советую. Советую только две кисти, ну, три из него. Но весь набор однозначно, весь сет брать не стоит. Он стоит 60 долларов на сайте. И, как по мне, лучше купить 4 кисти, которые вам действительно нужны, которыми вы пользуетесь, чем покупать вот такой вот набор. И в итоге кисти будут у вас лежать и будут довольно бестолковыми. Надеюсь, мой обзор был вам полезен. Надеюсь, я вам что-то подсказала. Если у вас есть вопросы, конечно же, задавайте. Буду рада ответить. И всем спасибо за просмотр. Всем пока!